Мы хотели бы обсудить, какие практические вопросы и какие практические задачи нужно решить и поставить себе для того, чтобы реализовать проект перформативный или сценический в музейном пространстве. Я представляю участников нашей панели, которая, я надеюсь, будет стремительная и очень-очень практическая и информативная. Хрёвл Перформах Ула Ситу, директор Фонда Про-Арт Илья Роколовская, куратор фестиваля современного танца «Инпульс Танц» Кристина Штантес, художник Ричард Гэнппул, извините, я перебрал фамилию, исследователь перформанса Джона Вестерман, художник и директор кунст-фестиваля Деза-Арт Даниэль Блэнг Губай, директор театра «Кай-театр», правильно, да? «Кет-сайм-бон-бан-гидон», извините, если я так плохо произношу, и директор продюсерского отдела фонда ВИСИ Сеня Машанцева. И давайте, наверное, мы сделаем совсем просто. Я предложу какой-то список вопросов, который должен решить для себя художник. Одну секунду, я его возьму. При реализации перформативного проекта в музейном пространстве и потом попрошу наших участников, нашей панели как-то отреагировать на него, сказать, насколько эти вопросы важны, не важны, может быть, они совершенно несущественны для реализации проекта, что является первостепенным, что менее важным. И таким образом мы, наверное, представим для себя тот круг проблем, с которыми сталкиваются институции и художники при реализации перформативного проекта. Мой список вопросов, на самом деле, довольно, наверное, дилетантский, но я надеюсь, что наши эксперты помогут нам его хорошенько скорректировать. Когда художник задумывает проект, он обращается в институцию или в какую-то финансирующую организацию, какая информация должна содержаться в заявке, должен ли художник выступать инициатором подобного рода проектов или гораздо логичнее ждать заказа со стороны институции для того, чтобы проект оказался успешным, не является ли мартышкиным трудом отправка каких-то заявок в большие институции, может быть, это не работает совершенно или это работает в каких-то определенных обстоятельствах. Какой поддержки он может ждать от институции? Оснащена ли институция необходимым техническим оборудованием, соответствующим штатам для того, чтобы реализовать перформативные проекты? Или художник должен задуматься об этом самостоятельно и привести всю команду с тобой? Или это желательно? Или это совершенно не нужно? На что лучше всего реагирует в заявке институции? Какие типы, какие уловки художники используют для того, чтобы заявка вызвала интерес к большей институции? И мой последний вопрос касается проката, перформанса. Должен ли художник беспокоиться о продолжении судьбы проекта после премьеры? Или на этом заканчиваются его задачи? Я попрошу, если у кого-то есть уже первая реакция на мои вопросы, скажите мне, я сразу передам микрофон. Либо я обращусь к Уле сразу. который я не хотела говорить. Ифамаки. Работает? Ну что ж, достаточно перечень вопросов, достаточно большой. Есть несколько ответов. Могу сказать, что если брать художественную сторону, всегда интересно, когда концепция или предложение исходит от художника, потому что это прямая связь и практическая составляющая, и причина, по которой переход от сцены или в музейное пространство необходимо. И вот эта связь, прямая конвергентность может помочь проекту обрести более прочный фундамент. Это хороший и естественный способ начать работу. С другой стороны, будучи независимым художником, так просто получить эту возможность и убедить институцию, что тот или иной проект является заслуживанием внимания. Поэтому такой танец, игра между институтом и художником в поиске определенного уровня поддержки. Потому что переход сцены и театра, в особенности, если вы художник, который имеет этот опыт работы в театре, и вы чувствуете себя удобно в этой среде, многие вещи меняются с точки зрения продукции, производства и того, как деньги вовлекаются в проект. Та наглядность, которую она там может обрести, но и также значение пространства. Как было сказано, не существует нейтрального места или нейтральной комнаты, потому что как только ты попадаешь в институцию, ты попадаешь в определенный контекст, в котором присутствует много элементов. это история институции, его репутация, контекст выставки или серии событий, которые происходят. Поэтому сложно просто предложить что-то без интереса странной институции к художнику. произведение куратора, который также может учесть этот контекст и четко вот такую структуру определенную строить то или иное произведение очень важно. Поэтому, если думать о театре, мы называем их программеры или программные директоры, которые планируют, что вот это произойдет и в такую программу можно выстроить, но когда мы попадаем музеям или в институцию изобразительного искусства, изобразительного искусства это другая логика, и здесь роль куратора выходит на первый план с точки зрения формирования приглашения, как сформулировать проект, как придать ему смысл с точки зрения передачи содержания общественности. Вы не делали в практике куратора, когда Вы обращались именно в институцию, а не к конкретному куратору, или Вы всегда заинтересованы в сотрудничестве с конкретным программером? Возможности работы в музее это в Варшаве был, это скорее даже был центр искусства, не музей, меня пригласили как художника-резидента, потом познакомилась с кураторами, уже потом меня пригласили с выставкой, поэтому для меня это была такая логическая цепочка, которая началась с знакомства Агнешна Сносовска, с куратора, куратор, один из кураторов этой институции, и она уже для меня открыла двери, что дала возможность реализовать проект, собрать ресурсы, сформировать контекст и обрамить, так сказать, проект. Мне в этом смысле повезло, очень повезло ее поддержка, и вот это обрамление с ее поддержкой события сыграли кучу роль в успехе, поэтому это связано также с тем обстоятельством, что когда ты переходишь к перформансу в музейной среде, уже задумаешься не о части, по длительности, как в театре, с такого-то времени по такое, а тут нужно продумывать сначала до конца, будет ли он постоянно, этот перформанс в ходе выставки, или будет этот перформанс возникать периодически в течение трех месяцев, пока действует выставка, например, один раз в неделю, поэтому с точки зрения зала, времени, как публика увидит, воспримет работу, это тоже очень важно, поэтому для меня вот эта цепочка, эта связь, очень большую поддержку обзору, поскольку работаю в Варшаве, обычно я работаю, я работаю в Брусселе, я не могла привести всю мою команду производственную, я привела зла одного человека, который много со мной работает, проектирую костюмов вот этой непрерывности, и я работал, конечно, с производственной командой музея, и на самом деле это редко, я не уверен, конечно, не могу за все институции говорить, например, у Эстевски в этом музее есть продюсер, который много с перформансом работает, и он хорошо представлял условия, которые необходимы перформерам, необходимы, чтобы были комнаты переодевания, душ, душевые, определенное пространство, до, после, или в ходе шоу, представления, все начиная также с зарплат, чтобы создать разумные условия для перформеров, чтобы они чувствовали, что их просто эксплуатируют, что их ценят за ту работу, которую они делают, в особенности моей ситуации, когда выставка, выставка была очень важна, потому что вот с этой критеристической нелиберальной идеологии с точки зрения движения языка, и как это все отображается в языке тела, поэтому нужно было, чтобы перформеры не чувствовали, что просто эксплуатируют за мизерные деньги, поэтому я очень часто сотрудничал с продакшей, командой музея, и мы с большим вниманием относились вот к этим вопросам, с должным подходом, и то есть все люди, которые работают, их отметить, и указать среди участников, организаторов, часто это не делается, но когда начинаешь работать над перформанс-проектом в галерее, нужно наглядно показывать не только художников, которые этот проект придумали, реализуют, но и также указывать тех, кто участвует и делает его возможным. программ, 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 Кэтлин, Даниэль, Кристина, как вы умудряетесь соединять свое программирование, свое представление о том, как должна развиваться институция со свободой художника, с его предложением, с тем, что интересует художников, где приоритеты, и что должен вам предложить художник для того, чтобы вы отреагировали на его заявку? Или это всегда как-то настолько организовано, что вы всегда знаете, на что вы отреагируете, а на что вы не отреагируете? Здравствуйте. У меня начать? Да. Здравствуйте. Еще раз, Кристина Штайнфест, работаю в Импульс Танц в Вене, международный фестиваль танца. Для начала скажу, что есть разница, фестиваль для этого или организационная институция, потому что фестиваль в каком-то смысле ты постоянно ищешь художников, коллег для того, чтобы понять, какие интересные форматы, что подходит, что интересно. Если брать пульс танц, я бы сказала, что речь идет о специфической смести, когда речь заходит о сотрудничестве с музеями или нет, реализованными пространствами. Очень кратко, чтобы пояснить, в последний год у нас было три очень разных типа коллаборации с музеями. Например, музей Леопольд, огромный музей, это ранее модернизм, Клиншиллер, такие канонические, типичные венские институции с частными коллекциями, которые были привлечены государствами. Ну и, по сути, государство построило этот музей. Новый директор медленно пытается связать вот это время с 18 века до сегодняшний день, и эта коллекция так там была устроена, что нам говорили, во время фестиваля у вас будет пара пустых пространств. Поэтому вот, что вам интересно, кого вы хотите пригласить, каких художников, чтобы сделать перформанс в этих пустых пространствах, у нас это устраивает, решайте. Другое дело было сотрудничество с так называемым World Museum, мировой музей. Достаточно особенная вещь, потому что это был этнографический музей, и во многих городах происходило следующее, им приходилось новую идентичность себе находить. и это провоцировалось, и иногда вынужденно происходило в силу постклонодальной критики, в особенности в Германии, в Австрии, эти музеи очень сильно, сильную связь и по-прежнему имеют связь с нацистским периодом, и эти музеи проходят реконструкцию с точки зрения содержимого, их переименовывают, теперь они не этнографические, а мировые музеи становятся, то есть это также и ментальная реконструкция, и ментальная, и буквальная реконструкция, поэтому резиденты, художники работали в стенах музея, но и с коллекцией музея, и была программа, которая называлась «Встречи запах-восток», там они курировались, поскольку в этом музее огромная южно-азиатская коллекция Речсталя Хоффен, который после очень хорошо знал большую количество художников из Индии и местных, и это превратилось в серию встреч. И в этом смысле здесь в рамках курирования фестиваля мы узнаем о том, в каких художниках мы заинтересованы, поэтому всегда имеет смысл отправлять заявки, однако очень-очень сложно все эти заявки отсматривать. Я бы даже сказала, я бы сказала третий тип коллаборации, который я курирую, в частности, уже шесть лет. Это музей современного искусства, где пространства не пустые, где всегда есть одна, две, три выставки в летний период, и чем я там занимаюсь, и что мне очень нравится, это сказать, хорошо, вот у вас есть эти выставки, а какие бы художественные позиции, какое место, например, танцевальному или перформансу можно найти, чтобы они вошли в диалог с теми или иными произведениями искусствами или конкретными выставками. То есть тут вступают более общие параметры, которые мы встраиваем в структуру окурации или отбора. И я также хочу упомянуть, я думаю, вы все знаете, ну, может быть, это не тема сегодняшнего дня, но что очень интересно, очень сложно, это для продюсеров работать с разными системами безопасности, которые применяются в музее, это также создает большой объем работ, как организовать время репетиции в музее. Обычно это очень дорого, потому что нужно, чтобы были билетеры или контролирующие персоналы, им труд нужно оплачивать. Самое важное, это ведь вы сотрудничаете с службой, если вы обостретесь, извините за мой французский, то взаимодействие с службой безопасности, нужно взаимодействовать с службой безопасности. есть большое количество позиций художественных и получается здесь выстраивается смесь взаимодействий между аккуратами, продакшен и требуется всегда доверие, должен быть определенный уровень доверия, потому что художники на это не способны, они сосредоточены, они должны быть посвящены работе своим произведениям и не думать о таких вещах, как безопасность и так далее, то здесь возникает определенный парадокс, то есть иногда я чувствую себя как полицейский, говоря с художниками, говорю им, так, это хороший день, но это нельзя, вот это нельзя делать, а это, ну, то есть такая ведется что ли игра, когда вы ищете компромисс между определенными ограничениями, но об этом я думаю мы можем более подробно говорить чуть позже или завтра. Как независимому художнику все-таки попасть в программу ваших, как независимому художнику все-таки попасть в вашу программу, что можно сделать, не будучи знакомым с вами? Это очень сложный вопрос. В начале была разница между созданием программы в Кай-театре на сезон и Перформатик это фестиваль на весь сезон мы работаем с поколениями художников с 80-х по сегодняшний день и мы берем обязательства перед художником, то есть не просто одно произведение им показываем или от времени от времени то есть 85% программы это обязательства перед художником то есть мы изучаем работаем с художником продюсирование делаем организуем пространство для репетиции то есть зачастую произведение дается где-то еще потом оно приходит в Кай-театр но мы принимаем решение еще до того как создание происходит произведение это означает что у нас два зала у нас четыре недели в месяц то есть достаточно и в то же время у нас 200 писем там в неделю от художников там заявки вопросы и иногда очень жаль что не можешь на все это ответить не успеваешь но для себя лично я беру на себя обязательство ответить на письма от отдельных художников зачастую молодых иногда я просто говорю им что лучше обратиться к рабочим найти применение реализовать проект в рабочем пространстве но если это большего размера группа уже я за гримдош себя часто им не отвечаю но я всегда стараюсь отдельным художникам отвечать и если художники в Брюсселе то им что я отвечают имейл или телефонный звонок это сложнее чем просто прийти в Кай-театр потому что там я провожу два вечера в неделю там два проекта каждую неделю в наших двух залах и я всегда там в первый вечер поэтому проще подойти ко мне когда я в баре и поговорить потому что многие художники они не осмеливаются что это сделать если вы не знакомы но я думаю это вот так сделать проще установить первый контакт и потом уже по имейл продолжить направить портфель работ потом провести встречу может быть поехать посмотреть вот так для меня работает если брать перформатик то здесь это постоянные разговоры с разными институциями в какой-то момент почти всех художников которые так или иначе связаны с программой в Кай-театре они также хотели участвовать в перформатик потому что были заинтригованы миром изобразительного искусства и фестиваль также обрел международный статус поэтому появились новые лица программные программеры они хотели участвовать в туре и так далее поэтому да это очень сложный вопрос который вы задали потому что у меня я никогда не думала что это можно знать как это делать и делать это хорошо можно только попытаться но всегда да нужно готовиться к разочарованию в какой-то момент потому что на все письма ответить невозможно и если я хотел бы продолжить для меня может быть немножко скорректировать вступление которое вы сделали я визуальный художник в области изобразительного искусства не перформанса работаю но то что я слышу когда вы об этом говорите как художник подает заявку в изобразительной среде это редко я никогда не обращался к выставке например поэтому в этом смысле наверное есть большая разница добавлю вот пожалуй это в обсуждение что есть большая разница в этой области важно вы упомянули доверие это одно из один из важных аспектов необходимо очень хорошее сотрудничество доверие в каждом проекте не важно кто выступает инициатором художник или институция какое-то количество проектов когда ты молодой художник у тебя достаточно мало шансов даже дать шанс для этого доверия в общем ты более-менее в ситуации действительно фрустрации как говорит Кейтлин да я понимаю но большинство людей работающих в музеях институциях они так же и проводят исследования ходят в музеи и в какой-то момент когда они начинают работать с новым художником человеком оно появляется доверие то есть это процесс образовательные проекты могут стать такой платформой которая позволяет артистам которые делают community based проекты познакомиться с фестивалем в фестивале познакомиться с артистами действительно ли вы открываете там какие-то какие-то новые имена для себя или это все равно случается редко с одной стороны на это можно смотреть как такую специфическую практику однако я думаю это схоже с другими перформативными искусствами которые происходят в нашем пространстве потому что я присоединяюсь к тому что было сказано профессор адезар это проект например который начался с разговоров с художниками то есть мы скорее говорим не о демонстрации существующих произведения а разговоры с художниками да это требует времени но это часть вот этой важной ответственности внутри институции в том числе в том чтобы понять как именно подать то или иное произведение и сократить эту дистанцию между институцией и художником что очень очень важно с одной стороны и для меня здесь также речь идет об уважении к автономности художника произведения но и в то же время нужно понять как институция может предоставить все необходимую полезную информацию о специфичности контекста потому что мы как разные институции пропадает звук переводчику не слышно разными художниками только живущими в Брюсселе поэтому нужно понять каким образом проект резонирует с контекстом и вот это то что мы пытаемся понять как институции предоставившим необходимую информацию художнику для работы и для меня кручевая разница является ли это произведением которое создается для Брюсселя это произведение работа которая выполняется для международной сцены арены и в том другом случае мы стараемся понять как подать работу и важно в целом не попадаться в ловушку того чтобы художник делал проекты специфичные только для одной площадки с точки зрения экологии арт производства очень важно создать понять что как сделать так чтобы произведение было специфично для контекста но в то же время его можно было демонстрировать на разных площадках поэтому здесь речь идет как адаптироваться с одной стороны под специфичность контекста и в то же время обеспечить возможность не ограничивать это произведение рамками места где оно было создано для меня как раз есть вот разница вот между созданием специфического контекста и ну и важно поддерживать чтобы не получилось так что будет созданное произведение которое не может путешествовать и комментируя то что было сказано когда мы работаем в контексте визуального искусства в рамках музея или пространства искусства в нашем случае в Брюсселе ну я и то что Катлин или Кристина говорили также это инициатива институтов перформанса который предлагает художников работать в музее в пространстве музея накоплено достаточно большое знание о музее современное искусство но вопрос о производстве произведения искусства он очень тонкий очень щекотливый и конечно нужно создавать правильные условия для художника для перформанса для того чтобы правильно представить подать работу вопросы конечно репетиции требуют определенной концентрации зачастую в музее пространство это очень осложнено потому что уже есть экспонаты есть посетители или иногда в музеях есть потребность сдавать в аренду пространство это очень специфично но такое происходит иногда есть конфликт что нужно звуковое оформление внутри музея а это скажем так не помогает производству перформанса если говорить о перформансе и учреждения институции перформанса часто мы действуем я думаю нам следует действовать в качестве фильтра как было сказано с точки зрения понимания того как нам защитить среду условия в которых работает художник для того чтобы дать им возможность сосредоточиться на своей работе и создать то лучшее на что они способны а не отвлекаться на какие-то практические аспекты работы в музейной среде вернуться в российский контекст тем более что Ксения и Елена сейчас в общем работают Ксения пока Елена в принципе они работают на своих площадках и поэтому вопрос о том чтобы обеспечить артисту необходимые условия работы вы в общем решаете своей кровью своими руками у меня есть принципиальный вопрос что сложнее в работе с традиционными музейными площадками убедить их поставить перформанс или организовать условия для реализации этого перформанса ну и второй более практический вопрос как вы решаете все-таки условия труда души время для репетиций время для инсталляции есть ли какие-то специальные сложности которые вам приходится решать на самом деле важно заметить что я наверное одна из немногих являюсь представителем непосредственно продакшен направления вот у нас в фонде есть продюсерский отдел который состоит из продюсеров и технических специалистов и готовить свой блог который будет завтра я как раз затронула все вопросы производства разного типа перформансов на собственных площадках на сторонних площадках вопросы привоза мы очень много занимались привозом разных перформеров на сторонние площадки также у нас есть собственная площадка в Венеции где мы отсюда производим из Москвы производим тоже некие перформансы и находимся на таком вечном пути скоро возможно обретет новый этап в следующем году мы открываем свою площадку но об этом я завтра расскажу подробнее возвращаясь к вопросу производстве на самом деле за производством стоит намного больше сложностей нежели условия для артиста гримерки душевые и так далее вот и так как мы очень много производим работ новых работ это сопряжено с необходимостью понимания процессов создания разного типа контента в том числе театрального и мы стараемся учиться в том числе у театральных площадок чтобы навести этот мост между театром и художником или перенести художника в театр или наоборот режиссера который приходит в пространство музея сложности если отвечать на первый вопрос это сопряженные вещи как уговорить музей показать перформанс и как создать все условия потому что основные проблемы начинаются тут и завтра у меня будет несколько кейсов мы работали и привозили Тина Сегала в Третьяковскую галерею это был очень сложный проект привозили много перформеров в музей современного искусства и конечно это вопрос с хранителями вопросы с охраной с музейными правилами то есть в принципе основные производственные блоки которые я выделила для себя на примере нашего опыта и основных проектов которые мы делали это непосредственно производство что за ним стоит потому что другой тип подхода нежели к выставочному производству это репетиция это другой тайминг проекта это вообще другой производственный цикл другие компетенции у технических специалистов другие компетенции у креативной команды в том числе для того чтобы работать не только с перформером художником но и с большой креативной командой если мы говорим о театральной постановке распределение ролей в этой команде принятие решений все что стоит за производством все что касается пространства и площадки если это музейное пространство то как сталкивается перформанс с музейными правилами или если это не оборудованная площадка что тоже достаточно тяжело с точки зрения обеспечения всех технических решений которые могут прийти в голову как художнику так и перформеру легальные вопросы безусловно юридические вопросы тоже очень важный момент плюс коммуникация это наверное скорее больше профита потому что все мероприятия которые связаны с перформативной программой с лайв программой они конечно привлекают к музею намного больше людей но при этом их довольно сложно коммуницировать в том числе и взаимоотношения с аудиторией это тоже важный момент как музей работает с большими потоками как на сторонней площадке ты организуешь потоки на мероприятии наши мероприятия как правило бесплатные и это очень сложный вопрос прогнозирования и вопрос того что необходимо соблюсти все условия которые необходимы для художника и не помешает работе но при этом позволит достаточному количеству людей увидеть этот перформанс в общем такой баланс который мы стараемся соблюдать и совместно с кураторами продюсер совместно с кураторами работает над тем чтобы создать с художником или с группой художников новые работы завтра я расскажу об этом поподробнее на примере реальных кейсов надеюсь я ответила на вопрос что касается работает что касается того сложнее ли убедить музей или сложнее сделать ну мне кажется это зависит от того работали ли вы раньше с музеями какая у вас репутация и если у вас большой опыт работы там с другими музеями вы приходите в новый обычно все получается нормально потому что репутация это вообще в наше время много значит что касается сложнее ли то есть ну с другой стороны если ты приходишь вообще с улицы в музее и тебя там никогда никто не видел ты говоришь сейчас я у вас тут устрою перформанс понятно какие будут проблемы вот а что касается насколько сложно это все организовать тут есть на самом деле такие моменты потому что вот мы все время сегодня я так понимаю говорим театр-музей музей-театр и в театре и в перформанс все такие важные моменты как звук и свет вот мы например много раз сталкивались именно с проблемой света потому что в музее этого света нет профессионального нужного он дорого стоит дальше идет вопрос какой у вас бюджет и пошло и поехало если вы это делаете в экспозиции музейной тут вот эти все вопросы безопасности и как бы и вот тут нельзя а этого лучше не делать а это влияет на концепцию на художественную составляющую от этого не хочешь начинаются переговоры начинаются какой-то вот минимальные компромиссы с двух сторон ну и так далее в общем это действительно большая продюсерская работа и конечно прежде чем ввязываться в какие-то большие истории даже может быть с большими именами лучше сначала все пойти в этом конкретном месте проверить и понять что у тебя там будет чего у тебя не будет хватит тебе на это денег и вообще хочешь ли ты ввязываться в эту историю как продюсер что касается вот еще хотел сказать важную вещь зависит еще ситуация от калибра музея скажем так вот здесь прозвучало что в МОМА тут нельзя там нельзя и вообще чувствуешь себя полицейским и главный друг это глава security чем больше чем больше музей тем сложнее просто потому что не потому что музей не хотят часто большие музеи бывают очень авангардными открытыми но они под такой большой лупой находятся и любая вот маленькая мушка которая произойдет в этом музее раздувается до такого слона там вот что бы ни произошло в Эрмитаже становится достоянием не только там каждого российского гражданина но и вообще всего мира и начинается поэтому в Эрмитаже нет никакого перформанса вообще там бывают не надо там бывают ничего подобного там бывают вещи и проекты и современная музыка и театральные и ватриумы главного штаба нет просто это к тому что насколько вот музей не важно забудем Эрмитаж но насколько музей готов тратить силы ресурсы человеческие нервы и так далее чтобы сдерживать вот эту волну пристального внимания и наезда иногда вообще без всякого повода это важный момент на самом деле мы живем вот в этом открытом информационном пространстве и все время подвержены вот этим каким-то внешним а это влияет и на то что мы делаем еще одну вещь хотела последнюю сказать как бы перевернуть ситуацию в обратную сторону потому что мы много работаем с музеями а вот сейчас так получилось что мы делаем большой проект с большим драматическим театром в Петербурге и делаем там в том числе визуальное искусство и мы обнаружили что это как бы оборотная сторона той же медали потому что это две институции которые существуют каждая в своей логике и если вы думаете что сложно прийти с перформансом в музей то так же сложно иногда бывает прийти с визуальным искусством в театр сейчас будет небольшой фестиваль Яна Фабора в большом драматическом театре который театр делает сам но мы просто вот наблюдаем со стороны мы делаем свою программу но это все включено в большой большой проект который называется современное искусство в фанерном театре и вот выставка как бы в фестивале Фабора выставка в подвальном помещении театра и началось пускать на нее по сеансам вот театральная логика по сеансам пускать например как это все инсталлировать то есть у всех свои проблемы спасибо Джана знаете ли вы случаи когда Тейт или Метрополитон Мьюзим отказались от перформативного проекта из-за того что его технически нельзя реализовать с их супер оборудованием ну может быть по другой причине я могу подумать несколько примеров которые может быть не следует здесь обсуждать что художник хотел сделать но это было невозможно но всегда был компромисс всегда мы могли решить всегда это означало что думать о альтернативные форматы проекта думать как можно раздвинуть эти границы мы сделали эти очень дикие вещи довольно мощные такие может быть видели в прошлый март это дело на танках 4-х часовая экстраваганза там были вот эти бочки где разливалось пиво очень много огня дыма там вейпинг все время есть большая нагрузка на продакшен персонал но здесь это очень интересно это место чтобы расширять вот эти границы поэтому обычно всегда какой-нибудь ответ одно предложение спасибо за это и вот я думаю просто про первый вопрос который относительно запросов художников конечно возвращаемся обратно к условиям работы для меня на самом деле если у меня какие-то требования если я знаю если я знаю художника мне нужно получить то есть они они хотят вот в это другое пространство попасть будет музей или какой еще такой другой я так же думаю вы упоминали что это модно что когда получаешь да я могу я могу это на театраль и так же и музей я могу сделать где угодно люди начинают говорить это новый тренд люди говорят да я начинаю ставить вопрос и самый простой вопрос зачастую хорошо какой свет вам нужен они говорят о конечно там вот такой вот у меня такой театральный свет нет и зачастую это именно так они начинают то есть нужно согласиться со всем и про все и музейные галереи вы видели какое-нибудь освещение в музейных галереях нет это очень банальный пример сейчас но зачастую зачастую разговор о об интересе почему и начинаешь отсюда это очень интересный вопрос потому что определенным образом очень быстро по предмету эстетики интересов художественных что вы делаете что вы делаете и это всегда это свет всегда вопрос свет это всегда камень преткновения я хотел здесь добавить пару вещей одна положительная вещь это коллаборация на одном фестивале и театральных институций и изобразитель то есть Алексис Блейк у нас была проблема Бозар не было где репетировать она репетировала в Кай-театре и затем был контакт со мной и потом она шла в Базар и поэтому это сработало очень хорошо мы пытаемся делиться знаниями очень практично мы предоставили вот помещение для репетиции я хотел так же сказать Анахимов в Тейт было в тот же момент когда Лас Перформатик фестиваль и Катрин Буд она приехала на открытие было интервью Даниэль у нее ее поинтервью и рассказывала вот это так было много проблем с техниками в Кай-трете которые коллаборировались с Датрову потому что они не понимали что у нее нету технического райдера и так же она напрямую с ними не говорила и изобразительные люди изобразительные искусства они очень индивидуальны и она сказала она сказала ему все и ему нужно было передавать все это техникам поэтому в определенный момент все техники они оставили ушли и она не сказали ей ничего и сказали так мы с ней работать не могли потому что она с нами не говорит мы с ними не можем с ней работать один из примеров но у меня это было 4 или 5 раз с различными визуальными художниками и вот чтобы это для этого трансфера когда ты находишься в театре это более коллаборативная такая атмосфера нежели чем когда ты делаешь видео или какую-то работу изобразительного искусства в тот же момент я говорил о Катарин Вуд что был кризис с техниками и у нее была та же самая проблема наимов в технике в галерее Тейт и был вывод что в команде когда у тебя есть фрилансер и когда у вас есть техники которые на договоре в Тейт или в Катарин театре зачастую проще зачастую проще фрилансерам пойти и пойти и выполнить требования художников также это опасная вещь потому что у них конфрилансерский договор с одной стороны с другой стороны это может быть открыто то есть нету рамок нету рамок что технический райдер что он указывает вот я хотела вот это добавить и также было очень негативно в этом смысле что в музее у музеев нет достаточно денег потому что они могут заплатить за работы но не за людей они платят не очень хорошо за перформансы и зачастую как Ула сказал у них нету души у них нету места для репетиций и в музее или в галерейном контексте значительно легче например здесь сказать так вот здесь я хочу все здесь и в кай театре до сих пор это было невозможно построить стены или что то есть цвет можно сцены поменять да это сценография но я не могу убедить своего директора взять и цвет холла в театре поменять это не могу убедить хотела добавить многие художники если брать серию пустых залов первый раз когда мне пригласили в этот проект это был период практики и куратор сказал как раз время что-то сделать потому что проходит ремонт и можешь эти пять залов использовать и потом откроем новое пространство я на самом деле тогда не поняла насколько ценный был это подарок потому что когда с реальными институтами работа ведется они планируют задолго вперед и очень редко возникает возможность получить доступ к этим пустым пространством поэтому в следующих проектах да тебя приглашают но тебя приглашают в существующую выставку или ты должен работать с учетом произведений других коллег или тебя приглашают например в фойе музея то есть ты как бы наполовину заходишь в музей но полные привилегии не получаешь использования пустых помещений поэтому всегда нужно думать как встраивать перформанс в эти пространства поэтому это то также работала с музеем Сахалович я знаю что для Эстера Саломана который там делал на работу в течение недели да монтаж чуть-чуть ускоряется в виде монтаж ускоряли соответственно после выходных начинается монтаж чтобы было два дня на работу в залах и они очень быстро красили соответственно получали время и у него это интересная работа была я не помню там название но это групповое произведение где требуется большое открытое пространство и воздух и чтобы оценить посмотреть на эту работу и требуется тишина чтобы не было ничего вокруг других визуальных инсталляций не происходило но это очень редко вот такая возможность дается очень редко куратор перформанса в том институции говорил насколько много пришлось там долгие приговоры вести с коллегами визуального департамента чтобы предоставить это пространство я мое желание моя надежда чтобы это было ну если не тенденции но этому будет дать более серьезное пристальное внимание чтобы здесь на равном уровне это было с художниками которые работают в секторе визуальное искусство чтобы у нас была возможность длительной перформансы но и если может быть выставка могла заканчиваться немного раньше а следующий начаться чуть позже чтобы был доступ пространством поэтому потому что было бы здорово иметь в своем распоряжении эти пространства и чтобы была возможность выстроить диалог с публикой когда нет вокруг других работ мы приглашаем вас завтра потому что вы увидите во время обсуждения кейсов большинство наших спикеров сегодня в панели и вы и там будет возможность обсудить те практические вещи реализации реформативных проектов в музеях и вы сможете задать вопросы спасибо большое спасибо это было очень интересно